Всем привет! С последнего видео по тренировке RVC 2 моделей прошло уже 4 месяца, и за эти 4 месяца блокнот в коллабе очень сильно изменился. В этом видео я покажу все этапы создания модели, от подготовки датасета до генерации непосредственно самих камеров. В описании оставлю тайм-коды, если нужен какой-то конкретный этап, то можете перемотать. Подготовить датасет нетрудно, нужно просто записать одну длинную дорожку своего голоса, не знаю, книжку прочитать, стихотворение, шутку рассказать, ну или вот как я сделал, просто скачал голосовые сообщения своего друга. Также можно на ютубе или на сайтах каких-то найти студийные записи актеров озвучки. В моем случае с этими голосовыми сообщениями можно либо в коллаб сразу закинуть, либо закинуть в FL-ку и убрать лишние звуки, если они у вас есть. Открываем FL-студию, если у вас этого окна нет, нажимаем на эту иконку, и оно у вас появится. После того, как закинем голосовые сообщения в FL, они встанут вот в такую вертикальную линию. Нужно их сделать все друг за другом вертикально. После того, как расставили все записи друг за другом, нужно найти проблемные места, например, вот такие, и вырезать их, они нам не нужны. Ну и также вырезать места, где тишина. В моем случае она не такая долгая, можно было не вырезать, но я просто для примера. После того, как вырезали всякие переделки, шипелки и тихие места, нажимаем на файл, экспорт, WAV файл. Выбираем место, в которое будем сохранять, называем как-нибудь. У меня пусть будет вонек. Тут можете вообще все выключить, все галочки, которые тут будут стоять, все повырубайте и нажимайте на старт. И вот с этим вот маленьким файликом идем в коллаб. Для работы с этим блокнотом в коллабе нам нужен гугл диск. Главное, чтобы там было свободно хотя бы 3-4 гигабайта. Если будет очень мало места, то ничего не получится. Запускаем первую ячейку кода. Увидели слово готово. Нажимаем на эту папку, где датасет. Нажимаем три точки и загрузить. Загружаем сюда наш файлик. Ждем, когда тут загрузка полностью завершится. Пока ничего не трогаем. Все, загрузка файлика завершилась. Открываем эту вкладку. Здесь вписываем имя, которое вы хотите дать модели. Вписали название. И запускаем ячейку. Далее выбираем алгоритм обработки. Можете выбрать любое, я оставлю по дефолту. Далее запускаем тренировку индекса. Ну и последнее, что тут можно включить. Это тренировка уже самой модели. Тут нужно вписать название, которое писали выше. Вот это вот. Копируем, вставляем и все. Эта настройка отвечает за сохранение модели. Каждую 20 эпоху будет сохранение. Можно уменьшить, можно увеличить. Я оставлю по дефолту. Пусть будет 20. И сделаю 100 эпох. Просто для примера. Рекомендую вам поставить где-то от 400 до 500. Этого вполне достаточно для модели. Тут ниже можно ничего не трогать. И притрейн. Если вы делаете русскую модель с русским голосом, советую поставить с нови. Если делаете английскую модель с английским датасетом, советую ставить OV2 Super. Выставили все настройки. Нажимаем на запуск. Вот наши эпохи пошли, значит мы все сделали правильно. Остается только ждать. На это окно, что ниже расположено, можно не обращать внимания. Там просто графики. Если вы в них не разбираетесь, то они вам в принципе и не нужны. Все вот. Натренировалась до 100 эпох. Training is done. The program is closed. Если она показала эту строчку, значит все готово. После того, как натренировали модель, рекомендую нажать на среду выполнения. И выбрать тут отключиться от среды выполнения. И удалить ее. Так ваши часы не будут уходить в пустую. Переходим в наш диск. Тут появилась папка Training Model. Заходим в нее. Заходим в папку Logs. Далее тут будет папка с названием нашей модели. И внутри этой папки ищем файлик с названием Added. И скачиваем. Переходим обратно в Training Model. Ищем тут Assets. Переходим вот в эту папку. И в этой папке скачиваем вот этот файл с названием вашей модели. Без всяких E, S. После того, как скачали файлики, заходим в загрузки или в то место, куда вы их установили. Выделяем и закидываем в zip архив. Обязательно zip. Не RAR, не 7zip. Вот. ZIP. И называем как-нибудь. И вот с этой zip'кой уже можно делать каверы. Нужно ее закинуть на Google Диск или на Mega. И оттуда уже брать ссылку. Каверы на RBC можно делать тремя разными способами. Первый способ это через встроенный интерфейс коллаба. Тут вот есть вкладка с ним. Второй способ через интерфейс Gradio на Hugging Face. Насчет этого сайта у меня есть видео на канале, можете посмотреть. И третий способ это через программу, приложение на ПК. Но я на нем не буду показывать, потому что у меня слабенький компуктер. Трехминутный кавер будет делаться часа два где-то. Так что без него. Если вы собираетесь делать кавер на какую-то песню, то вам придется убирать инструментал из музыки и оставлять только вокал. Отделить вокал от инструментала можно через этот сайт. Закинули сюда песню и просто ждем. На сайте кстати можно только одну песню в день вроде бы делать. После обработки сайтом песни, тут нажимаем сохранить, музыка и сохранить вокал по отдельности. Снова запускаем этот код, ждем его завершения и листаем вниз к вкладке генерация каверов. Для начала нужно загрузить вокал. Нажимаем на эту иконочку загрузки, выбираем наш вокал и ждем обязательно, когда полностью загрузится и пропадет вот это вот. После загрузки вокала можно нажать на три точки эти и скопировать путь. И тут вставить. Ну или просто тут вручную написать. Тут пишем название вашей модели, которую вы делали. Можно скопировать просто и вот здесь поменять. Вот эту настройку можно не трогать. Это метод обработки, тут в принципе самый лучший уже выбран. Эта настройка отвечает за тон голоса, то есть чем ниже эта настройка, тем глубее будет голос. Ну и наоборот, чем выше, тем мягче. Тут уже сами поиграетесь. Индекс рейд рекомендую ставить на 0, он в принципе не особо важен. С этими двумя настройками также поиграетесь сами, показывать их не буду. Все вписали, все настроили и запускаем. После того как все завершилось, ну или как у меня, тут просто отключилось что-то с какого-то фига. Открываем папку Output и вот наша аудиозапись. Нажимаем на эти три точки и скачать. После того как скачали, берем вместе с ним инструментал и закидываем в FL. Все, наш кавер готов. Субтитры сделал DimaTorzok